Прежде всего, откуда берутся шаманы? Чтобы им стать, необходимо иметь в роду предка-шамана. Однако, сего недостаточно, ибо родственные связи соединяют множество людей. Кто же из них будет продолжать шаманское служение? Приемника выбирают сами духи. К избраннику пристают с предложением стать шаманом и, как правило, получают отказ. Но упорствуют, принуждают, угрожают смертью, наказывают. В конце концов, духи добиваются своего, и у них появляется новый служитель. Эта картина избранничества с небольшими вариациями присутствует у всех народов, разделенных иногда диаметром земного шара. В посвященной теме шаманства в литературе описана особая шаманская болезнь, сопровождающая избрание. Человек может часами сидеть неподвижно, иногда убегать в лес и скитаться там. Кроме того, в течение нескольких дней человек лежит без сил, ощущая ужасные боли. Считается, что для шаманского служения человек должен быть пересотворен. Для пересотворения его душа уносится духами в один из трех миров – небесный, земной или подземный. Где происходит ее воспитание, которое длится от года до девяти лет, в зависимости от силы будущего шамана. Во время отсутствия души будущие шаманы и заболевали шаманской болезнью. Это случалось в различном возрасте. У больших шаманов рано, от трех до пяти лет, у слабых позднее. В этот период и происходит кромсание тела – один из важнейших актов шаманского призвания. Это страшное, но, как считается, необходимая операция, которую духи проделывают шаманам. Ему отрезают голову, кладут ее на полку или насаживают на длинный шест. Отделенное от туловища голова не теряет способности видеть и слышать. И шаман не без интереса наблюдает за дальнейшим ходом событий. Вот как описывает пересотворение якутский шаман Спиридон Герасимов. Меня унесли в худую, грязную, темную юрту. Отрезали голову и разрубили все тело на части, которые вместе с головой положили в железную люльку. В люльке все кусочки тела срослись между собой, и я принял обычный вид. Крепко связали меня пестрой веревкой и стали раскачивать люльку. Через некоторое время веревку развязывали и, протыкая чем-то острым, пересчитали все мои кости и отдельные волокна мускулов и сказали, «Оказывается, у тебя одна кость и три мускульных волокна лишние». Откуда-то появился человек, очень похожий на медведя, и сказал, «Дайте-ка этого человека мне». Перед тем поставили большую посудину, и он стал выхаркивать в нее сгустки крови. Спиридона схватили и несколько раз обмакнули в эти кровные сгустки, говоря, «Нужно бы дать ему имя». Затем вошла женщина и стало было кормить его грудью, но шаман с отвращением отвернулся. Спиридона положили в люльку, накрепко запеленав, и затем выкололи ему глаза. Я упал навзничь. Когда я лежал в этом положении, стали тянуть влево железным крючком на переносе. Я поднял голову, глаза мои по-прежнему получали способность видеть. Оказалось, что я лежу в устье кровавой реки с течением назад и вперед. Из этой реки почерпнули воды и досыто напоили меня. Затем просверлил уши, положили в глиняную посуду и сказали «Ты стал знаменитым шаманом, имеющим кровавое подножье». Материалистическая наука напрочь отказывает приведенному рассказу в реальности. Всех шаманов объявили нервно больными, а происходящее с ними – галлюцинациями. При этом не обратили внимания не только на схожесть рассказов, а статистическое совпадение столь велико, что по научным критериям они вполне достоверны. Шаманов, живущих в разделениях, океанами, районах, но и на иные источники, описывающие подобные переживания. А ведь в святоотеческом предании приводится немало случаев бесовского одержания. И всякий православный христианин легко может узнать в выше приведенном отрывке сцену одержания. По всем признакам мы видим, что шаманские духи – суть нечто вполне определенное и легко узнаваемое. Это население воздушного царства демонов. Проще говоря, бесы. Их особая власть над народами, живущими в изоляции от христианского мира, как раз тем и вызвана, что со времени потопа не касалась их благодать Божия. За тысячелетия замкнутой жизни бесам удалось настолько подломить волю этих людей, запугать и подавить их, что в такой среде не возникает уже сколько-нибудь существенного сопротивления шаманскому одержанию. Даже после просвещения народов Северной Азии светом евангельской истины, власть духов стала ослабевать очень медленно. Многие шаманы формально принял крещение, тем не менее не смогли вырваться из лап одержавших их демонов. Продолжали камлать, зачастую включая в свои действия христианские молитвы и призывания имени Божьего и святых. А это уже наихудшая разновидность колдовства, наиболее кощунственная и греховная по тяжести, приравниваемая к самоубийству. Одержимый духами шаман становится тем, что ныне называется словом экстрасенс. Все те же шаманские духи, опознаваемые нами как бесы, желают обрести влияние в нашем обществе, ищут и находят себе служителей, которые шаманят, объявляя, что камлают в высоких целях заботы о нашем здоровье, благополучии и спасении. Конечно, современные нам шаманы не носят кафтана с хвостами и не бьют в бубен, пославшие их не столько глуп, чтобы не понимать, что нас не поймать на прямую бесовщину, как чукчи или огнеземельцев. Тысячи лет христианства надежно охраняет наши души от прямого одержания. Но отец лжи наливает старое вино шаманства в новую посуду. И вот Анатолий Кашпировский рассказывает газете о своем служении, о духе покровителя, который является ему каждую ночь и обучает его ремеслу. Показывает ему людей, которые явятся к нему в течение следующего дня, чем они больны, что о них надо знать, назначает духов помощников. И вот он уже камлает по телевизору на всю страну, давая, как и положено, всякому приличному шаману установку на исцеление. Вместо бубна у него фонограмма. В зале впадают в транс, размахивают руками, танцуют. Видимо, падшее состояние нашей страны не в последнюю очередь связано с деятельностью расплодившихся у нас шаманов. Как бы они ни назывались, экстрасенсы, маги, колдуны и прочее. С них спрос небольшой. Будучи одержимыми, они уже не в силах вырваться из лап завертевших ими демонов. И остается лишь пожалеть незадачливых шаманов и просить Бога об их спасении. Но посещать их камлане или нет, вот в чем наш выбор, наше оружие и наша ответственность. Но не только в экзотических и замаскированных формах шаманство принимает и проникает в нашу жизнь нашего народа. Например, раздаются голоса, призывающие якутов вернуться к национальной религии, шаманизму. Целый народ может быть отброшен назад во власть духов тьмы, откуда в течение века его поднимали совместными усилиями проповедники православия. И вот только первые шаги в недалеком будущем предполагается вернуть в духовную кабалу и все остальное славянское население. Уже давно ведутся разговоры о том, что не православие есть религия славян, а некое светлое дохристианское язычество с его идолопоклонничеством, человеческими жертвоприношениями, волхвами, шаманами. Уже ведутся разные приготовления к восстановлению шаманского служения в раскопанном недавно колдовском капище в районе реки Ворона и устройству там центра колдовства. Священное Писание приводит нам два примера поведения людей в подобной ситуации. С одной стороны участь Содома и с другой Неневия. В оба города, когда стала очевидной неспособность их жителей вырваться из бездны греха и разврата, были посланы ангелы с проповедью покаяния, и садомиты упорствовали во грехе и были поражены. А жители Неневии покаялись, наложили пост на себя, семьи свои и даже на скот, и участь Содома их миновала. Господь принял покаяние. Сейчас мы стоим на таком же перепутье, и кажется ясно, должно быть всякому русскому человеку, что надо остаться с Богом и Его Церковью. Но мы стоим и ждем. Шаталов. Из Рязанской газеты. Благовест. Шаталов. Из Рязанской газеты. Благовест. 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 Благов